Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами я заработаю по иммиграционным консультантам из города Сан-Диего, не адвокат, не даю юридические советы и предлагаю услуги по заполнению иммиграционных форм. Услуги по Диви Лотарей я временно не предоставляю. Значит, давайте начнем нашу очень-очень-очень хорошую новость. И эта новость касается Диви Лотарей 2020. И этой новостью со мной поделился один из моих друзей. Спасибо, Иван, что вы мне отправили эту новость. И поэтому я спешу поделиться ею. Я прочитала этот указ, приказ. Вот он состоит из 85 страниц, но я не читала все страницы. Я прочитала в основном те страницы, о которых говорили адвокаты в своих твиттерах. Значит, и вот какая у нас картина сложилась. Значит, сегодня в пятницу федеральный судья Мехта ООН временно запретил администрации Трампа применять свой визовый запрет к иностранным гражданам, которые выиграли Диви Лотарею 2020, посчитав, что отказ Госдепартамента США в оформлении их виз вероятно является незаконным. Также судья заявил, что федеральное правительство необоснованно задержало обработку грин-карт. И также оказалось, что люди, которые должны были получить свои визы, которые, к сожалению, не смогли их получить именно за этой прокламацией. Также судья приказал правительству предпринять все усилия настолько, насколько можно, чтобы оперативно обработать и рассмотреть их заявки на грин-карту к 30 сентября. Потому что мы все в курсе, что к концу 30 сентября, значит, после 30 сентября, по закону нельзя будет выдавать эти иммиграционные визы именно по Диви Лотареи. Сразу хочу сказать, что 30 сентября не продлено, но это еще не окончательно. Еще не знают, будет оно продлено или же нет. Что еще у нас? Значит, судья, судья очень хранится к людям, которые выиграли Диви Лотарею. И он об этом сказал, то есть написал в этом приказе также, что эти люди, так же, как и все миллионы людей, которые приезжают в Соединенные Штаты и ищут за своей американской мечтой. И, ну, я бы сказала, что он отнесся к ним с сожалением. Вот, к слову говоря, с сожалением. Я также недавно написала в одном комментарии, мне очень жаль, что так получилось. Мне сказали, не надо нас жалеть, мы и сами с усами, мы и без вас заедем, нам откроют коридор, еще что-то такое, еще что-то такое. Я вам хочу сказать, для меня сожалеть, когда я говорю, мне очень жаль, это означает, что я разделяю боль этого человека. И я, мне на самом деле жаль, что человек попал в такую ситуацию. А если же вы воспринимаете это в таком русле, к сожалению, мне вас тоже жаль. Ну, немножечко по-другому жаль. Значит, дальше идем. И также судья сказал о том, что Госдепартамент незаконно остановил рассмотрение заявок. Вот, но я думаю, что об этом будет немножечко больше деталей попозже. И самое главное, хочу сказать, что мне в последнее время, ну, я бы сказала, ну, вот буквально каждый день по 6-7 человек пишут, а что произошло в F2A, а что произошло воссоединении семьи, а что произошло воссоединении там детей с родителями, детей, взрослых граждан США с родителями. Я вам хочу сказать, что я знаю ровно столько, сколько знаете вы. Потому что прокламация на данный момент, она действует до 31 декабря. И, к сожалению, к сожалению, вот в этом решении это не коснулось тех, кто ждет воссоединения со своими семьями. К моему очень великому сожалению, это коснулось, это решение на данный момент касается только DV лотереи 2020. Поэтому мой ответ, я вам хочу сказать, на данный момент ничего по воссоединению еще не принято. Также судья Мехта, он обязал правительство уведомить суд 25 сентября о том, сколько виз было выдано, не выдано. И также суд пересмотрит, они сказали, что суд пересмотрит в ходе брифинга вопрос о том, стоит ли уполномачивать ГОСТЭ, зарезервировать какие-либо необработанные визы на следующий год. Об этом тоже говорится в приказе. Значит, что еще могу сказать? Значит, вот в одном из твиттеров Кертиса Моррисона он отвечает, что DV лотереи будут выданы между сейчас и 30 сентября. Они не смогут их использовать до 31 декабря. И поэтому он дает пример такой. Значит, из этого приказа, что, например, если человек, который выиграл визу DV лотереи 2020, ему дали визу, которая заканчивается к концу этого месяца, это будет, значит, эта виза, она будет действительно последующие 3 месяца после того, как прокламация, действие прокламации закончится. Значит, если виза, например, вам дана, ну, скажем, 15 сентября, то у вас ваша виза, она будет еще, вы сможете ею воспользоваться, значит, февраль, январь, февраль, март. То у вас будет 3 месяца для того, чтобы вы могли воспользоваться этой визой. Я так поняла вот этот твиттер, вот это объяснение. И также хочу сказать, что на данный момент выигравшие все те, кто подали в суд, они все получат эти свои визы. Вот все те, кто участвовали в суде, они должны будут получить свои DV визы для того, чтобы въехать в Соединенные Штаты. На данный момент у меня вот такая информация. С одной стороны, она очень хорошая, с другой стороны, меня волнует немножечко то, что времени очень мало, 26 дней. И что можно предпринять на данный момент? Скорее всего, звонить и писать в свои консульства, напоминать им о том, что произошло. И, конечно же, скорее всего, в приоритете будут те, кто участвовал, те люди, которые получили свои визы или же не смогли ими воспользоваться. Также те, кто прошел интервью, но не смогли получить. И вот в такой приоритетности будет идти вниз получение этих виз. Конечно же, если будут новости, я вас ими их ознакомлю. На данный момент я прощаюсь с вами. Желаю вам всем хороших выходных. Я остаюсь с вами на связи. И также хочу ответить одному человеку, который написал мне о том, что я побираюсь на ютубе видео, типа как на них зарабатываю деньги. Спасибо большое, что вы волнуетесь за мое финансовое благополучие. Спите спокойно. У меня все хорошо. Я живу в достатке. И сходите в сад. Посмотрите на небо. Посмотрите на луну. Помогает. С вами была Зара. Желаю вам всего самого наилучшего. И поздравляю всех тех, кто выиграл DV лотерею 2020. И я от всего сердца желаю, чтобы все решилось наилучшим образом для вас. Для того, чтобы вы смогли воспользоваться этой визой. И чтобы ваши все мечты воплотились. Всего доброго. Пока.